Здарова, камрады! Перед вами Macintosh. Поистине революционный компьютер, показанный великим Стивом Джобсом в середине 80-х. Первый на рынке с удобным графическим интерфейсом. Первый с адекватной реализацией мыши. Вот заиметь бы сейчас такой бежевый ящик в коллекцию, но дорогое это удовольствие. 150 тысяч вечно деревянных, на минуточку цена нового iMac на M3. Это начальная цена за этот оригинальный Mac. Для трушных коллекционеров, конечно, фигня вопрос. Они бы и за 200 купили. Но что еще здесь можно придумать? В прошлом году увидел я, значит, один проект. Парень запустил эмулятор Mac'а на копеечном микроконтроллере Raspberry Pi Pico. Я тогда подумал, блин, было бы круто сделать миниатюрный Micromac 128 с экраном, да и с корпусом. И корпус этот будет напечатан на 3D принтере. Четыре месяца назад я начал думать над этим вопросом. В инете нагуглил доработанную схему Macintosh'а на базе Pico. Но как подключить небольшой TFT экранчик так, чтобы это было дешево и просто, я придумать не смог. Мною было принято решение делать стационарный эмулятор в корпусе какого-нибудь другого старого компьютера от Apple. И тут вы вполне можете сказать, эй, дружочек-пирожочек, где-то я это уже видел. И будете абсолютно правы. Однако представили они его тогда, когда наш Mac уже был готов и готовилась съемка этого видео. Поэтому мы у них идею не крали. Да и забегая вперед, их Mac стоит 56 фунтов. Эээ, 6000 рублях. Не кажется ли вам, что немножко дофига за такую игрушку? Сборка нашего же Micromac обойдется вам всего в 400 рублей. Ну, это конечно при условии, что вам хватит базового функционала. Я сегодня покажу оба варианта и более подробно об этом расскажу. На пайку этого добра уйдет около часа времени. Ну, это конечно при условии, если вы умеете обращаться с паяльником. Хотя на самом деле ничего сложного здесь нет. Вечерком с кружечкой чая будет вполне увлекательное занятие на развитие мелкой моторики и приобретению навыка базового понимания схемотехники. Итак, собственно, что нам понадобится? В первую очередь, конечно же, Raspberry Pi Pico. Ну или же ее аналог. Например, вот такой маленький. Цены на эту штукенцию варьируются от 140 до 500 рублей. Зависит от того, где покупать. По характеристикам, все микроконтроллер имеет достаточно мощный двухъядерный ARM процессор, который бегает на 133 МГц. 264 килобайта АЗУ, из которых 208 будет доступна в macOS, USB 1.1, GPIO интерфейс, а сзади на платке распаяна флешка объемом в 2 МБ. Также, согласно схеме, нам понадобятся резисторы разных номиналов. Две штуки по 2 кОм, три штуки по 1 кОм, три по 430 Ом, два по 100 Ом и один на 2,2 Ом, а еще три фильтрующих конденсатора, два по 220 микрофарад и один на 100 микрофарад, а еще 15 контактный VGA, USB, PS на 2, кнопка и хитрый коннектор с Type-C на 4 пина, куда мы будем подпаивать USB-A разъемы. И на этом моменте остановимся на минутку. Как вы видите, у меня лежит еще разъем питания с коннектором. Да, изначально я хотел сделать кабель питания съемным, но потом подумал и решил, нафиг надо. Если провод будет встроенным, то проект будет и дешевле, так как не нужно тратиться на разъем и коннектор, и проще, и удобнее. Ведь если бы провод от этого микромака потерялся, то возникли бы небольшие затруднения с его включением. Ну и собственно говоря, схема. В целом я думаю, что здесь все понятно. Но у тех, кто впервые собирает что-либо по схеме, может возникнуть недопонимание, что обозначает символ земли и куда его паять. Собирать я буду навесным монтажом, и в моем случае есть два варианта, куда кинуть эту общую землю. Вариант А. Мы подпаиваемся к общему земляному пину на Raspberry Pi, туда же, куда у нас идет земля от USB провода питания. Вариант Б. Мы, извиняюсь за выражение, гадим оловом на внешнюю часть разъема Type-C и паяемся прямо на него. Второй вариант проще. Там не нужно думать, как все это грамотно и красиво развести. С другой стороны, если все это будет в закрытом кейсе, то важно думать только о том, чтобы нигде ничего не замыкало, и все соединения были заизолированы друг от друга. Так что запастись термоусадкой или изолентой тоже не помешает. Теперь, что касается SD-карты. Если вы хотите поиграть на этом чуде в игры, порисовать в MacPaint или попечатать в текстовом редакторе, то нужно будет добавить какое-то внешнее хранилище. И здесь тоже два варианта. Можно припаять переходник с microSD-карты на большую SD-шку и получить возможность горячей замены образа системы. И вариант 2. Можно записать карту памяти и припаять ее сюда. Я воспользуюсь вторым вариантом просто потому, что у меня уже достаточно давно валяется бесполезная флешка без корпуса на 256 мегабайт. И я думаю, что самое время найти для нее применение. Но в чем же мы будем все это собирать? Должно же получиться красиво? Стив Джобс не должен стыдиться реплики своего детишей с 2025-го. В качестве основы был выбран Macintosh LC2. Комп 92-го года выпуска, уменьшенный в несколько раз. Поскольку такой модели в интернете не существовало, я обратился к своему лучшему другу в 3D-мастерскую Dash One. Мы вместе измерили все, что нам нужно, а затем он разработал в Компас 3D эту красивейшую модель. Прямо сейчас вы можете наблюдать этот нехитрый процесс. В дальнейшем она была напечатана на 3D-принтере белой PG-пластмассой и немного обработана. Получилась вот такая красота. Теперь у нас есть все, что нам нужно, и мы можем собрать это воедино. А начнем мы с того, что загрузим прошивку в Raspberry Pi. Подключаем ее Type-C камерем к компьютеру и открываем проводник. Нам будет нужен файл прошивки с расширением UF2. Если малинка у нас новая, то она автоматически подключится, как USB-накопитель. И все, что будет нужно, это скопировать файл прошивки на микроконтроллер. Все, прошивка завершена. Если же на ваш раз Raspberry Pi уже был какой-то софт, то перед подключением к компьютеру зажмите и удерживайте клавишу Boot. А затем, не отпуская кнопку, подключите USB-кабель. Поздравляю, теперь можно будет закинуть прошивку. Кстати, файл прошивки, образ диска и 3D-модели вы можете скачать на нашем сайте dashvan.ru. В шапке нажимаем на проекты и либо открываем список со всеми проектами, либо кликаем на Macintosh 128K. Здесь лежат и файлы, и модели. А если у вас нет 3D-принтера, но очень бы хотелось заиметь подобный девайс ручной работы, то вы можете заказать печать корпуса у нас. Отправим по всей Руси матушке и дарим скидку 10% на первый заказ. Начинаем дело с запайки USB-разъема. И здесь, дорогие мои друзья, не повторяйте за мной. Ни в коем случае не оставляйте паяльник лежать на столе. Это я ленивая задница и мне было лень достать подставку. Да и паяю я на термостойком коврике, но вы так не делайте. Риск прожечь стол или не дай бог устроить пожар очень велик. А что касается разъема, то здесь ничего сложного. Залуживаем и паяем 4 проводка, соблюдая распиновку. Следующим шагом запаиваем кнопку и провод. На видео я паяю еще с разъемом, но позже я все это непотребство уберу в году удобства использования. Теперь будем работать с PS2 разъемом. Берем резисторы по 100 Ом и припаиваем согласно схеме. Разъем, кстати, такого плана не берите. Качество просто ужасное. Пины бывали и пришлось все это дело дополнительно заливать клеем. Вставляем все это дело в корпус и подпаиваем резисторы по 2 кОм на линию 3,3 вольта. Ставим фильтрующий конденсатор 220 микрофарад на линию плюс 5 вольт. Я взял кондер на 16 вольт, он нам вполне подойдет, главное соблюдать полярность. Минус на конденсаторе, если что, обозначается полоской сбоку. Теперь запаиваем провода в пико, подключаем USB Type-C коннектор и залуживаем разъем. Я выбрал не самый аккуратный, но наиболее простой способ сделать общую землю. Устанавливаем фильтрующий конденсатор на 220 микрофарад в линию 3,3 вольта. Теперь соединим все компоненты и припаяем к малине еще немного проводов. Позже к ним мы будем подключать SD-карту. Здесь я снял максимально неудачно, но нам нужно будет взять VGA разъем и залудить его. Я еще дополнительно откусил неиспользуемые пины, но это не обязательно. 10, 5, 8, 7 и 6 пины на разъеме это земля. 9, 4, 15, 12 и 11 не используются, а к остальным подпаиваем резисторы. Опять же, согласно схеме, там указаны все номиналы. В конечном итоге получится что-то примерно такое. Здесь весьма легко запутаться, поэтому, друзья мои, чтобы не перепутать, какой провод куда идет, не помешает иметь под рукой мультиметр в режиме диодной прозвонки. Оставшиеся провода пойдут на подключение SD-карты, но уже сейчас наш макинтош можно использовать. Правда, все, что мы там сделаем после перезагрузки не сохранится. Да и программ там не очень много. И вот теперь давайте запустим наш компьютер с соответствующей операционной системой. Ну что, господа, запуск занимает примерно секунд 30 и после этого мы попадаем на рабочий стол. Управлять системой мы можем через клавиатуру, подключенную в PS2 и мышь, подключенную в USB. Если мы не будем подключать мышь, то она будет эмулироваться на нампаде клавиатуры. Кстати, клавиатуру можно подключать и USB-шную. Можно даже USB-хаб подключить и использовать и USB-клаву, и USB-мышь. Ну а теперь непосредственно к макосе. Как я говорил, софта здесь немного. Вот, например, калькулятор. Он работает и на том спасибо. Окошки в файнере таскаются, папки открываются. Есть здесь и так называемый скрепбук. Ну, это что-то типа буфера обмена. В нем можно сохранять текст и изображения с разных программ. Ну и потом вставлять их куда-нибудь в другое место. Есть здесь часы и еще немного всякого добра. А вот так выглядела панель управления на раннем окосе. Здесь даже есть нескучные обои с разнообразными шаблонами заливки. Дабл дженоса, конечно, не дотягивает, но тоже неплохо. Вот кирпичи, например. Или вот такие точки. Да, даже не знаю, что еще сказать. Жить без софта и игр грустно, так что самое время прокачать наш мак и добавить в него позову. Нам снова понадобится помощь большого брата. Подключаем SD карточку к компьютеру и форматируем ее в FAT32. Ну а теперь берем и копируем образ диска с системой на SD карту. Кстати, прошивка на малинке никуда не денется. И если, допустим, SD карту по какой-то причине пасти этот вал, то будет запускаться пустая макось с Raspberry Pi, а не с карточки. Ну а дальше снова берем паяльничек в руки и начинаем лузить контакты на карте памяти. Главное, не перегревайте флешку. Ей такой массаж горячим паяльником точно не понравится. Распиновка тоже есть на схеме, так что с этим проблем не возникнет. В процессе нам также нужно будет поставить на четвертой пин-карте памяти резистор на 2,2 Ома и фильтрующий конденсатор на 100 микрофарад. К слову про конденсаторы, у меня знакомый собирал подобную схему вообще без кондеров, но за стабильность работы всего этого добра я ничего вам сказать не могу, поэтому лучше фильтрующие кондеры все-таки ставить. Черт возьми, мы закончили. Итоговый вариант макинтоша будет выглядеть примерно так. Флешка запаяна, все хорошо. Кстати, за счет того, что я использовал жесткие провода из витой пары, даже не нужно крепить внутренности. Все держится только за счет того, что провода прекрасно держат форму. И теперь мы можем с гордостью закрыть крышку и закрутить винты. Использовать будем вот такие винты М5х10. Это стандартные винты для вентиляторов в компьютерных корпусах. Берем и штатно вкручиваем их в предусмотренные отверстия. Как только мы загрузимся, мы увидим очевидные изменения. Теперь у нас здесь есть просто куча игр. Чуть ли не все, которые в принципе существовали под макс 128к. Вот например банальный, но весьма залипательный брейкаут. Кстати, игра Джобса и Возника. Но поиграть мы всегда успеем. Теперь у нас есть то, ради чего все это затевалось. У нас есть макпейнт. Я конечно не художник, но готов поспорить, что в руках профессионала даже такой простенький инструмент с крайне ограниченной палитрой станет грозным оружием. Напоследок заглянем в макврайт и что-нибудь напишем. К примеру, Hello World. Здесь есть много разных шрифтов, можно все это красиво оформить. Ну а на этом, друзья-товарищи, пожалуй, все. Как видите, наш интересный проект полностью увенчался успехом. Конечно, кто-то может сказать, да на кой ляд это вообще нужно? Есть же куча эмуляторов и под винду, и под мак, и под линь. Но во-первых, собирать такой конструктор это дело интересное и приятное. А во-вторых, потыкать такой уникальный девайс ручной сборки намного интереснее, чем макось в эмуляторе. Теперь этот макинтош займет свое заслуженное место на полочке. А я благодарю вас за просмотр. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Всем огромной удачи и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok